Я на русском, Макарович? Ну давай я на русском, чтобы ты отдыхать. Спасибо. Ну игра, как мы все ожидали, была очень сложной. Особенно сегодня для нас было очень важно, потому что мечтали, как игра на шестачки. У нас теперь есть реальная возможность попадать на второе место, и это наша цель. Начало игры у нас было какой-то нервнич, могли бы лучше начинать, это мое мнение. Но потом мы уже начали играть, у нас получилось много контракт, и самое главное, что получило нам реализовать вот этот момент, который у нас был. Потом уже после удаления, конечно, мы уже пытались играть умнее за результат, и хорошо, что у нас все получилось, и самое главное, команда набрала эти три очки, которые мы хотели. Я думаю, что Гильерман уже все сказал, в принципе. Это было очень сложное, безусловно. Может быть, в начале игры не хватало уверенности, не хватало уверенности в начале. Но наша команда создается, у нас уже появилась своя идентичность, мы видим рисунок, командный рисунок. Даже в сложных ситуациях, особенно в начале игры, нам удалось не терять концентрацию и выбегать в контратаке, контратаковать. И нам удалось провести два игровых момента, которые привели к результату 2-0. После этого перерыва, который у нас была зима, я знаю, насколько я играл недостойно. Ну, впереди перерыв, и как я уехал в отпуск в Бразилию, и я сам для себя сказал, что я должен прийти к себе, потому что я не играл на мой уровень, который я умею играть, знаешь. И как после отпуска я приехал в Испанию, у меня было цель вернуть к своим уровням, вернуть к своим уровням. И я считаю, что сейчас, ну, моя мнение, что я не должен доказать ничего для никого, потому что я уже столько лет в России, все знают, насколько я могу достойно играть. Но я сам для себя хотел доказать сам для себя, что Гильер Мишо можно несколько лет играть на свой уровень. И как я начал тренироваться на сборах, да, и у меня была эта цель первая. И я считаю, что могу сказать, что еще рано, потому что чемпионат не закончил, у нас есть кубок и чемпионат, но на мой взгляд, я уже начинаю вернуться на этот уровень. Конечно, в дереве мотивации всегда намного больше, да, чем обычная игра. И сегодня у меня Бог подарил такой игре, игра. Но самое главное, что не я, это команда. Потому что если не все команды бьются как должно, один человек не может ничего делать. И поэтому сегодня я говорю, что все молодец, особенно. У нас была очень сложная неделя, как мы прилетели из Сочи, у нас было почти 10 человек, заболел. У нас не было легко играть в эту игру сегодня. И на мой взгляд, это молодцы, потому что видно, что мы внутри, как команда, да, мы все настроены на нашу цель. И я очень доволен за это, мы уверены, что у нас все получится. Гилер, вы сказали, что нет желания доказывать никому и ничего, кроме как самому себе, да, и вы правы, что давно в России, но, наверное, есть один человек, которому сейчас хочется доказать, это Данислав Савомович Черчесов, чтобы вновь вернуться в сборную, поехать на Евро. Есть ли же, что доказывает Черчесову и согласен, что с такой игрой, как сегодня, попасть в сборную будет проще? Нет, смотри, по Станиславу Черчесову, он меня хорошо очень знает, и знает, насколько я могу ему помогать. И у меня к нему никаких вопросов, потому что, что я доказал, я сам дал причину, что меня за последний раз не вызовут в сборную. У меня, честно, в том году много вопросов в сторону меня, по поводу моей качества игровой, не только в сборную, но и в команды, и он все равно мне доверял до конца. И у меня даже, я честно говорю, что я недостойно играл, чтобы у меня вызвать сборную в том году, и он меня все равно извал. Это значит, что он меня доверяет. Я это знаю. Я понимаю, что последний раз я не был в сборную, да, но я знаю, что... Это не слово, правильно, да, но я уверен, что... Я буду сделать, чтобы у него голова горит. Буду сделать ему сомнения. Потому что я хочу за сборную возвращать и играть. И это моя цель. Хочу играть веру кубок, и я буду все сделать, чтобы я это... Как я сказал? Аконтесса. Аконтесса. Чтобы это произошло. Чтобы это произошло. Пару вопросов Пабло. Первый вопрос. Вы, перед матчем, Типлопа приветствовали друг друга с Айртоном. Признайтесь, вы сказали ему, чтобы он получил красную карточку? Я не знаю, что он получил красную карточку. Я не знаю, что он получил красную карточку с Айртоном. Айртон. Айртон. О, что я говорил с ним? Да. Как он говорил с Айртоном. Мы, бразилия, имеем это, не знаю, не знакомы с Айртоном. У нас, бразилия, есть такая привычка. Даже если мы друг друга не очень хорошо знаем. Лично, допустим, не знаем, не знакомы друг с другом. Но мы всегда поддерживаем, всегда можем обменяться парой тройкой слов. Поэтому в начале игры я ему пожелал удачи. И он в ответ получил те же слова. И вопрос тогда о Гильерме, очень важный. За что вам дали желтую карточку, вы поняли? Да, но это, знаешь, я не орал на ассистента в суде. Я орал на нашу фисбокату. Потому что впереди этот момент, когда Лассен вышел один на один, он меня звал, потому что я минуту раньше ему звал, и сказал, что наш Рифат был уставший. И он меня не слышал. А потом он меня опять звал. И когда он меня звал, я не его смотрел, и типа терял минимально на игру. И когда я вернулся к полю, Лассен уже один на один со мной. И слава Богу, что я выручил. И потом я на него орал, потому что... Зачем ты меня звездаешь? Извини. Но понимаешь, и о суде думают, что я на ассистента орал. Видишь, смешная история. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»